Это не ночной клуб, а столовая медицинского колледжа. Таким экзотическим танцем здесь встречают гостей, потому что последние дни мая поварах игру, в состав которого и входит колледж, решили посвятить блюдам самого жаркого континента. А для того, чтобы обедающие окунулись в традиции Африки, стены столовой украсили стилизованными масками и картинами. Все это делало рук студентов, будущих дизайнеров из Инженерно-технологического института ХГУ. Как в этом пого студенты совместили традиции Хакасии и Африки, так в столовых главного вуза республики повара совместили хакасские продукты и африканскую кухню. Это только звучит экзотическим. На самом деле все блюда, которые можно отведать сегодня, из продуктов, давно ставших привычными на наших столах. К примеру, в любом супермаркете вы купите кускус, одну из любимых круп жителей Африки, как и финики, и маслины, и специи. Главным ценителем африканской кухни стал студент Джидеон Крис Ибара Анделе. Он приехал в Институт филологии и межкультурной коммуникации ХГУ изучать русский язык. У нас в гостях с Африки приехал с республики Конго Крист. Он у нас не только гостем является, но еще и студентом нашим. Поэтому, чтобы проявить дань уважения, встретить его, и к преддверию лета мы предлагаем нашим студентам и ему африканскую кухню. Все это, это африка, африканти, да? Но вот это, это как африка. Вот это вкусно, да? Рассит, вкус, вкус. Вот это как африка. Как дома. Молодой человек живет в Хакасию около полугода и уже привык к кустой кухне, хотя не всегда ее понимает. Другой, да. Другой вкусно, другой, вот это необычно. Меняем вот это. А пельмени это вкусно? Нет. Пельмени это не вкусно. Тем не менее, вкус домашних блюд, еду он помнит. И готов нашим поварам дать подсказки в приготовлении еды по африканским традициям, если их не испугают трудности перевода. Это как хлеб, но вот это, это сильный. Это манка. И суп, манка, потом и суп, а потом. Попробовать африканскую кухню в столовой главного вуза Хакасии можно будет еще и в среду и в четверг. А технологи тем временем уже задались вопросом, чем еще удивить своих гостей. Наталья Чудина, Александр Сердюк, РТС.